Система здравоохранения Волгоградской области продолжает совершенствоваться. Ключевыми задачами, поставленными перед отраслью губернатором Андреем Бочаровым, остаются поддержка материнства и детства, формирование эффективной управленческой команды, наведение порядка в больницах и поликлиниках, а также бесперебойное снабжение лекарствами. Эффективная работа любой отрасли невозможна без грамотной команды специалистов. Главным итогом 2014 года в здравоохранении Волгоградской области стали масштабные кадровые перестановки. В государственных медицинских учреждениях были назначены больше 10 новых руководителей. Их кандидатурой утверждала экспертная комиссия, организованная по инициативе главы региона. Перед профильным ведомством губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить региональную медицину такими руководителями, которые смогут навести порядок и повысить качество оказания услуг. Сегодня вам, руководителям, менеджерам этого звена, прежде всего, доверено право сделать так, чтобы качество обслуживания, качество предоставления медицинских услуг, оно не только изменилось, оно соответствовало современнейшим сегодняшним стандартам, и все было нацелено, прежде всего, на благоприятное, качественное обслуживание наших пациентов. В приоритете региональных властей развитие службы родовспоможения. За последний год Волгоградская область вошла в пятерку регионов страны, где наблюдается снижение показателей младенческой смертности. Таких случаев стало на 20% меньше. В прошлом году развернуты дополнительные койки реанимации новорожденных, открытое детское кардиологическое отделение, центр неонатальной хирургии. А у беременных женщин, благодаря модернизации медучреждения, появилась возможность пройти обследование на современных диагностических комплексах. Новое оборудование в областную больницу и два перинатальных центра в Волгограде-Волжском поступило в начале года. Обследования на аппаратах УЗИ экспертного класса прошли свыше 3000 жительниц региона, в том числе и из отдаленных районов. Благодаря супердиагностике, например, в областном перинатальном центре Волжского специалисты предотвратили развитие патологии почти у 50 будущих новорожденных. Это экспертный аппарат, на котором можно с максимальной точностью диагностировать врожденные пороки развития у плода, то есть осуществлять качественную пренатальную диагностику, соответственно, чтобы не рождались у нас больные детки. В рамках программы поддержки материнства и детства ведется активный ремонт медучреждений. Так, в Волжском стартовал второй этап капитальной реконструкции городской детской больницы. Планируется провести ремонт педиатрического, хирургического, рентгенологического отделения и приемного покоя. На эти цели бюджет области выделил 65 миллионов рублей. Сейчас на объекте идут работы по замене перекрытий, реставрации фасада и замене окон. Они должны быть закончены в срок осенью 2015 года. Подрядчик свой местный, это наши волжане, волгоградцы, все делается в срок, пока укладываемся в график работы. И еще специалисты областного здравоохранения пытаются усовершенствовать систему льготного лекарственного обеспечения. В прошлом году был сформирован территориальный реестр льготников, благодаря чему наладилась электронная выписка бесплатных рецептов, а процесс выдачи медикаментов стал прозрачным и контролируемым. В 2015 году на покупку льготных лекарств регион направит почти 1 миллиард рублей. Игорь Морозов, Людмила Кухарева, Олег Журавский, Максим Евсиков, телекомпания Ахтуба.